всех приветствую с вами я веган христолюб мы с вами продолжаем читать короткие наставления антония великого избрачные наставления сегодня у нас с вами 19 и 21 два наставления мы прочитаем посвящены они учителям наставникам кого себе и как выбирать почитаем кое-что из евангелия тоже 19 напоминай себе что непрестанно должен являть себя умным но являть доброй жизнью и самими делами так и больные находят и признают врачей спасителями и благодетелями не по словам а по делам и 21 рассмотри окружающее тебя и знай что начальники владыки имеют власть только над телом а не над душой и всегда содержа это в мысли своей потому когда они приказывают например убить или другое что сделать неуместное неправедное и душевредное не должны их слушать хотя бы они мучили и тело бог создал душу свободную и самовластную и она вольна поступать так как хочет хорошо или худо согласуется это с евангелием с жизнеучением иисуса христа конечно кто знает кто нет я напоминаю что евангелие от от матфея 23 глава целиком посвящена ну такую матфей речи иисуса передал на может быть она такой была может она сборная из общего как бы этого мы с вами даже не знаю стоит ли вам всю главу зачитывать растягивать эти эти это видео ну кратенько я могу только начало точно напомнить она очень согласует с тем что говорит антоний тогда иисус начал говорить народы ученикам своим и сказал тогда иисус начал говорить народы ученикам своим и сказал на моисеевом седалище сели книжники и фарисеи сейчас уже на седалище христовом в современных псевдо христианских сектах православии католицизме протестантизме уже на христово седалище сели современные книжники и фарисеи и так все что они вам велят соблюдать соблюдайте и делайте по делам же их не поступайте ибо они говорят и не делают связывают бремена тяжелые и неудобо носимы и возлагают на плечи людям а сами не хотят и пальцем своим пошевелить все же дела свои делают лишь для того чтобы видели их люди расширяют хранилище свои и увеличивают вас крылья одежь своих также любит предвозрежание на пиршествах и председания в храмах и приветствия в народных собраниях чтобы люди звали их учитель учитель а вы не называйтесь учителями ибо один у вас учитель христос все же вы братья и отцом себе не называйте никого на земле ибо один у вас отец который на небесах и называйтесь наставниками в один у вас наставник христос больше из вас да будет вам слуга ибо кто возвышает себя тот унижен будет а кто уничижает себя тот возвысится все мы не будем читать вы знаете вот даже в этой речи иисуса сколько люди ничего не понимают и порой этими стихами плюются в друг друга те же самые псевдо христиане конечно же по поводу называться не называться учителями здесь не называйтесь да это очень важно не говорил что не позволяйте себя называть и не будьте учителями иисус сам был учителем его постоянно называли учителем его ученики кто были его учеником кто решился быть учеником он никогда не противился этому да я всегда говорю рассматривайте слова иисуса естественно не без контекста его жизни и вообще всего евангелия да то вырывать стихию и плеваться друг другу это конечно очень легко к сожалению все вы это делали правильно правильно то было хорошо а когда я помню ты что не называть я сам не называюсь да вот ну хоть в общем я и говорю как иисус город вы называете меня учителем наставником и я точно то я надо то есть говорю да для кого-то я учитель и наставник вот я не навязываюсь для тех кого не являюсь но те кто меня за такого почитают до апостол павел говорил кстати то же самое да если ты других я не апостол то для вас я апостол ибо я родил вас во христе здесь тоже самое да вот это раз но я так немножко да уж затрагиваю сегодня вы знаете люблю распыляться вот а по поводу вот этого тоже знаете вот как вот тексты которые сухие вот мы их действительно иногда не понимаем искренне надо извращаем да все что они вам велят соблюдать соблюдайте по делам же их не поступайте да и сколько я тоже свое время всяких толкований перечисло роликов пересмотрел там великих невеликих проповедников да и притягивать сюда что речь идет о том что иисус говорил что люди соблюдали все там законы обряды иудаизма да какой бред это конечно знаете все равно что я всем привожу в пример конечно же в первые в первых главах книги бытия где рассказано нам о грех падении до что древо познания добра и зла названа вот так вот добром и злом и люди соблазняются как ты что и начинают оттуда такие философские измышления выдавать то на самом деле слову добро просто в кавычки взять и я не знаю насколько это было и там когда появились вообще кавычки такое что это иносказательное все что мы берем то скажем в кавычки подразумевая что это ну как бы а как бы обратно противоположная вещь да сейчас это точно надо сделать до шлют соблазняются не понимать что это такое здесь тоже самое конечно же когда иисус говорил что все что они вам велят соблюдать соблюдать по делам же их не поступайте это тоже самое вот посмотрите я вам в пример приведу одни я сам это личными глазами созерцал до любой созерцает особенно православный который приходит свое капище и видит папа вот с таким вот животом вот с такими вот тремя подбородками до которые рассказывают о постах я это не то что неоднократно я при таком батюшки помогал да поэтому и все это так смотрелось лицемерно знаю что он там просто причем не потому что он там как всегда какой-нибудь не там этот как это болезнь это называется но вы поняли да которая ожирение там инсулин там колет нет он довелся до такого да и из холодильника он просто не вылазит уж я жил при нем и знаю какой жизни он жил да вот конечно же все это смотрится просто смешно когда ты в дверь не помещаешься пройти не можешь нагнуться не можешь рассказываешь а кто знает у православных постов постных дней получается чуть ли не половина в году до все это смешно звучит и просто выглядит просто отвратительно омерзительно да вот иисус говорил именно об этом вот именно об этом он говорил потому что никто к плохому не призывать все призывают хорошему да только живут другой жизни о чем иисус и говорил своим ученикам чтобы они учили тому чему сами как сами живут тому и учили да здесь иисус говорит только об этом что всему чего они здесь вот вот тоже вот слова то ли про глотчина матфеем да ну наверно в расчете писал на умных людей на догадливых да что все что они вам соблюдать доброго добавьте здесь просто слова и вас все сразу встанет на свои места знать как пазли вкладываешь и все зарисовывается все что они велят вам соблюдать доброго да уж они учат подавать милостыню сам рубля не даст жлоб жлобом скупердей я таких попов тоже видел до милостыни будет при чтении евангелия обязательно проповедь скажет на службе сам жлоб жлобом при мне вместе идем вот просит нищие ничего не даст никогда денег знаю барсетка ломится все это рассказываю знаете вот опять же даже из лишь из личной жизни реально вот о чем иисус говорил то что они будут вам учить доброму доброму учить и сейчас кстати очень важное слово обращаю внимание который в евангелии упущено но по смыслу жизни учения иисуса христа это должно быть любому человеку стремящимися к истину или уже тем более познающему почти познавшему а может и вообще познавшим должно быть понятно иисус об этом говорил и возможно иисус ты не проглотил это условия думает косяк матфея все что вам велят соблюдать доброго соблюдайте делайте по делам же их злым не поступайте а то как о поп же делает попу то можно а вот эти святые делали а вот там святых поназначили в тех самых сектах православных католиков они же делали дым протестантов они может так святыми называются но все те кто от их основания были они многих почитают до каких-то известных неизвестных причем не только основателя и дальше там которые уже за четыре века у них накопились вот иисус говорит добавьте здесь просто слово естественно доброе зло и вы знаете прекрасно что иисус бог любовь являвший явившийся во плоти именно этому учил что все творяющие добро будут царстве небесным творящим зло будут пожинать плоды дел своих в гиене огненной значит что вам повелится велят соблюдать доброго делаете несмотря на их жизнь которую они сами живут творят злые дела я и другими словами сказала речь иисуса вот и все здесь и говорит связывают и причем связывают такие порой до бремена неудобно носимы что отдай там последнюю рубашку а сам я говорю и пальцем пошевелить не хочет а сам рубля не даст других призывает пол имения раздать а сам 10 копеек не подаст здесь иисус именно об этом говорит поэтому оставим кому интересно конечно в сегодняшнем контексте что может быть закрепить такие мысли которые говорю прочитать всю главу 23 от матфея целиком там прям такие жесткие обличения всех вот этих вот горе учителей до слепых вождей слепых дать еще раз теперь после того как мы евангелие почитали еще раз уже вдумчиво прочтем и поговорим я поговорю вы послушайте на наставление антония напоминай себе что непрестанно должны являть себя умным наявлять добрую жизнью и самими делами ну сегодня уже распространяться не буду вы знаете самый первый ролик который написал так и самих даже наставлениях потом пишется по первому пункту антония великого умный человек это добрый это очень важно помнить причине по крайней мере антония великого да и являть это надо здесь уже я брошу камень кто без греха бросьте камень вот я брошу камень в сторону протестантов как всегда православных католиков о том что являть свою жизнь умную здесь хотите умная читается как святую праведную чистую сердцем обоженную да и так далее все эти слова применимы они синонимичны в контексте познания истины да и вот являть свою святую жизнь и достигаемые этой святой жизни не веру а являемых его если мы внутри преисполнят всего добрую жизнью и самими делами наши дела я однажды так ролик записал это зеркало души какие твои дела какая твоя жизнь таково твое и внутреннее состояние ну и сегодня об этом тоже много не будем говорить ролик я назвал все-таки наставник учителях так и больные находят и признают врачей спасителями и благодетелями не по словам а по делам дерево познается по делам опять же знаете фразу иисуса да дерево по по плодам а человек по делам здесь все то же самое ничего нового и вы знаете я наверно одну из забитых фраз мною который я говорю избитых да это о том что я все время привожу тоже такой жизненный пример вы никогда не пойдете учиться как делать тройное сальто с переворотом к человеку который кувырок на земле сделать не может вперед или назад но это же бред и естественно укорю я как всегда и обличу вот я православных католиков псевдо христиан вот с их ним этим мировоззрением я грешно грешно супер грешно я ничего не знаю на период передаю вам учения святых отцов ну или пусть даже учение иисуса протестант возьмите то же самое они святы по вере у них полно греху ангет на грешно но и покрыты праведностью христову да но я тебе передаю учение иисуса иисус прямо сказал когда посылал учеников и на пропуть во время своего пребывания на земле и уж тем более когда по воскресенье своем возносился оставляя учеников для самостоятельного возрастания в боге во христе в любви да что он им сказал сотворите и научите все чему я вас учил до прежде творя ну или после потому что вы знаете когда он учил отдать свою жизнь ради грешников сделает естественно после того как учил но это единственно где нас было жизнью расстаться все остальное иисус сначала делал потом учил ну хотя те же самые удары по щеке и так далее по плоти иисус сначала учил потом и это дело вы помните да по суде вот так вот вот это тоже очень яркий пример я об этом всегда говорю вы знаете вот у религиозников у всех у многих глупых людей у них вот проблема они не могут объективно оценивать и реальность и очень часто я все время слушать вот когда в бытовухе вот какие-то вещи рассказываешь ой все понятно я бы когда только вот касаешься чего-то такого книга духовного да хотя это касается нашей жизни все планка упала голова закипела ну почему реально вот в жизни вот в жизни ты естественно не идешь у уборщика сейчас никак не принижение профессии у уборщика или еще чуть но ты не идешь в человек который там дворы убирает подметает ты не приходишь к нему учиться на пианино но опять же может играть я сейчас образ даю да ну хорошо какой вам образ дать чтобы просто понять да ну человек никогда у него в жизни вы знаете не было там инструмента до смысл понятен здесь можно меня подковыривать но я общую идею передаю да вы идете учиться играть на пианино у великого пианиста который сам великий вы знаете видите вам не нужны некие доказательства у вас есть доказательства ваши глаза уши руки если там что-то другое нужно какая-нибудь другая профессия да вот все наши органы чувств к через которые мы познаем окружающий нас мир нам для этого и даны мы видим как супер танцор в детстве ребенок загорелся идет к этому тренеру до который сам там супер весь чуть-чуть двигается да и так во все мы видим у супер там кулинарит супер повар мы у него учимся то же самое как мы смотрим блоги все эти выбираем себе по сути миссию учителей выбираем кто как чего выращивать мы видим на там супер огород все растет все выращивает он там 30 лет этим занимается уже все наизусть знает каждое растение знает без запинок мы название таких не знаем а он каждый в саду свой росточек знает как называется причем и по латыни и по греческому откуда привезены всю историю кто его размножил и кто его новый этот вид выявил я таких людей встречал уже ну люблю просто земледелие сады все эти растения реально приезжаешь к некоторым ну так называем в домашние питомники вот в частных такие да вот порой человек просто блещет знаниями вы понимаете он там готов про каждый про каждое дерево рассказать тебе и про каждый свои сажен с которой про каждого вот этого семейства про каждый вид и там я говорю еще и подвиды всей там вот все и может рассказать кто и рассказывать чем у него язык не останавливается да кто откуда вывел в каких на каком склоне америке американского хребта как он какой-нибудь ученый сколько лет он жил думаешь к откуда как он все это помнит просто какой-то гений я таких вот встречал действительно и ты вот и ты берешься такого учителя то есть в образно вряд ли у него все спрашиваешь ты у него покупаешь это из там вопрос саженцев касательно или покупаешь уроки если чему-то учишься музыки танцем так далее так во все так во все чем бы мы не занимались там в детстве вот мы идем к успешным мы идем к тем кто сами это все умеет делать кто там десятикратный чемпион неважно почем там да мы к нему идем по бодибилдингу по фитнесу тогда мы идем к нему заниматься если он сам два два центнера в объеме кто к нему пойдет учиться и вот вы знаете говорю казалось бы в реале вот вот антони велик конечно это понимает человек пишет об этом и сам таким был кто знает его жизнь ну вот в жизни общаешься с людьми вообще тук тук откройте но и прекрасно вот это 21 наставление все то же самое что я не зря вам напомнил вы заметили что антони читаю параллельно с евангелем да то есть еще раз читаем 21 теперь рассмотри окружающий тебя и знает что начальники и владыки ну неважно учителя наставники имеет власть только над телом здесь он хоть его и говорит отчасти о правителях каких-то да ну уж антони то кто знает и он и об этом горы просто мы с вами некоторых читать я не ставил себе целью все у него прям по одной теме выбрать может еще вернемся я так по порядку стал читать иначе голова закипит просто из там пытаться что-то собирать вот где-то может повторимся что-то еще посмотрим на подобную тему потому что эти все начальники имеет власть только на тело но по сути то вы поймите кто-то просто боится таких начальников больше чем религиозных духовных а кто-то наоборот таких еще больше там трепещет и что они же такую же власть имеет просто владычествует над людьми реально психологически вплоть до физического да но то не говорит что ты рассмотри окружающий тебя и знаешь что все эти начальники владыки пастыри папы и учителя да все это они имеют власть ну и только на тело грубая на это что и что имеет власть на максимум что антиморс как иисус говорил в другом месте все нет не зачем не зачитывали ям все всегда своими словами передаю фака спокойно да что иисус говорил что не бойтесь убивающих тело главное что душу не погубили бойтесь того кто тушу может погубить а вот душу мог погубить не как бы насильственно не могут но вот словами погубить и мог если вы примете эти эти лживые пагубные слова речи в свое сердце и последуйте им да вот поэтому на телом тайме до святая инквизиция тоже имела над телом то что имела власть до мирскую уже такую же имела власть над телами людей то смогла их убить посадить лишить здоровья свободы вот но над душой никто не властен и из и антони прекрасно и всегда содержит это в мысли своей потому когда они приказывают например убить или другое что сделать неуместно неправедное душевредное не должны слушать хотя бы они и мучили тело бог да создал душу свободную и самовластную она довольно она вольна поступать так как хочет хорошо или худо прекрасное зречение антония и очень актуально в современном реалиях 18 июля 2022 года когда идет уже пятый уже или шестой какой-то месяц расистской агрессии против украинского народа убийство просто и я даже ролик записывал созерцание всего того того что происходит и вот видео я одно из нескольких записал ангелы сатаны там и про патриархов про всех этих до гундяевых и про всех попов и про профессоров типа осипов про всех этих ткачевых тех тех ангелов тьмы вот живой пример к чему они сегодня призывают кстати и старообрядцы все естественно единым фронтом поддержали все это да всю эту хунту которая россию захватила вот я про католиков особо ничего не слышал и мусульмане поддержали насколько я слышал и еврейская община там сидит язык в одно место засунуло да все сразу сдулись да вот правильно антоний говорит вторе своему учителю нашему учителю моему точнее вместе с ним это точно да иисус христу который не бойтесь убивающих тела ну или причиняющих вред телу будь все таких прямо выступающих выступающих за убийство людей вот так сегодня очень актуально это наставление антония действительно не бояться да и поступать вы самовольны даже когда грозит как какой-то ущерб вашему имуществу вашему здоровью вашей свободе или самой жизни вас там вы остаетесь свободными потому что в этом и суть жизни и суть жертвенной любви выбрать добро это бог создал вашу душу самовластную давайте напоследок еще раз прочитаю 21 19 попроще об этом я много говорю в современных реалиях как я вам сказал сегодня очень уместно 21 на столе наставление рассмотри окружающие тебя и знай что начальники и владыки имеют власть только над телом они над душой и всегда содержит в мысли своей потому когда они приказывают например убить или другое что сделать неуместное неправедное и душевредное не должны слушать хотя бы они и мучили тело бог создал душу свободную и самовластную и она неволь и она вольна поступать так как хочет хорошо или худо я надеюсь на экране вы тут обратили внимание тут вот если прокрутить тут не должно они должны тут этот значок появился от яндекса какой-то уродский никак его убрать не могу закрывает некоторые слова тут 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 не должно а то может вам кажется он как раз частичка не оказалось за за значком а то должных слушать да если вам прикажут да как покоряйтесь властям да да кстати что-то что-то очень любит проект покорение властям до павла вспоминать отчет антони великий как-то да как-то как-то не согласуется с павлом то покоряться властям то вся власть от бога да нет вот павел там о чем говорил там уж сколько тоже перипетий про эту власть от бога над кстати ролик на тему записать про все эти переводы и так далее вот еще православным еще антония привести в пример одного из величайших действительно ладно сегодня тогда на этом закончу запишу действительно ролик павел антоний согласуется ли это покорство властям действительно заодно там перевода разные почитаем на это у меня все а Продолжение следует...